Привет! Это канал I Like Pet. И в этом ролике мы расскажем вам, когда кошку нужно переводить на другой корм. Питание – важная часть жизни любой кошки. Оно всегда должно соответствовать потребностям животного и быть максимально подходящим для него. В течение жизни каждый мяукающий друг проходит ряд физиологических и психологических трансформаций, и рацион питомца должен меняться вместе с ним. В каких случаях необходимо переводить кошку на другой корм? Давайте разбираться! Первый случай связан со взрослением питомца. У котят и взрослых кошек, и котов должны быть разные рационы. Котятам пища нужна в большем количестве. Плюс она должна быть богатыми микроэлементами для формирования здоровых костей и зубов, и в повышенном количестве содержать протеин, необходимый для общего роста животного. В большинстве случаев специалисты рекомендуют переводить мяукающих на корм для взрослых по достижению ими одного года. Беременность кошки – еще один случай, когда животное нужно переводить на другой корм. Мяукающую любимицу в таком состоянии необходимо кормить чаще и более высококалорийными и богатыми протеином продуктами. Рацион зачастую зависит от срока беременности кошки и ее индивидуальных особенностей. Сформировать правильное питание для любимицы поможет ветеринарный врач. Также важно отметить, что рацион кошки должен поменяться и на период вскармливания. Одной из рекомендаций специалистов в это время является увеличение количества жидкости даваемой кошке. Кастрация и стерилизация – еще одни ситуации, когда мяукающих нужно переводить на другой корм. Как правило, у большинства кошек и котов после таких операций повышается аппетит и снижается уровень физической активности. Именно поэтому им необходим другой рацион с пониженным содержанием жира и повышенным содержанием белка. Старение питомца также является серьезным поводом для перевода кошки на другой корм. В большинстве случаев специалисты рекомендуют менять корм питомца после достижения им возраста 7 лет. В рационе возрастного животного обязательно должны быть продукты с достаточным количеством витаминов А, Е и омега-3 жирных кислот. Также важно, чтобы кошка не испытывала недостатков в пробиотиках, пребиотиках и клетчатке. Проблемы со здоровьем у животного – пятый случай, когда кошку нужно перевести на другой корм. При болезнях питомцу нужно особое питание, которое будет способствовать его выздоровлению. Правильно составить рацион в таких ситуациях поможет ветеринарный врач. Непереносимость одного из элементов рациона или корма в целом также является поводом для перевода кошки на другое питание. Если ваш питомец страдает расстройством желудка или имеет неприятный запах изо рта, обязательно покажите его врачу вместе со специалистом. Составьте подходящий именно вашему животному рацион. Во всех перечисленных случаях необходимо переводить кошку на другой корм. Следите за самочувствием своего питомца и вовремя меняйте его рацион на более подходящий для него. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok